к йогой совершенки мы проходим дальше игру под названием griffin king epic короче мы прошли пустыню теперь у нас джунгли и нужно зайти еще в лавочку мне как раз деньги есть сначала на рынок заскочим ай ладно плевать я на самом деле не понимаю смысла в утенке и по утенок утенку тёмок почувствовать делать и мы крота блять нашли в подавале и что это за кроты я даже не знаю а чё-то подожди вышел я же нажал типа на персонажи ухаж эти персонажи обивство паном обив из испытывает необходимую страсть к своему любимому телевизору он спасал его от землетрясений грозы и ливни метеоров и даже инопланетян недавно сэр оливер спас его из норы песчаных червей он даже стал героем видеоигры сейф май тели разработанной бихал студенцы и выпущенные в 2013 году мысли сохрани мой телевизор есть такая игра я даже знаете загуглю потом как-то а вот филипп гисси ребят вот о нем я говорил или филиппа незаурядный член аль сарко часто задумывался о том стоит ли ему наконец покинуть кильдию он обладает полезными навыками поэтому бандитам час удается уговорить его остаться он настоящий эксперт в области физики игр и искусства но стал тем кто металл кинжалы в людей ой или пегиси видите то есть такого да не было и то есть если повторно прохожу ту или иную локацию там что-то появляется новая могу потом когда игру пройду специально полетать в одни и те же места и посмотреть может я вдруг что-то и буду раздобыть плане к поехали у нас джунгли до сложность и рыцарь можно из будем играть и рыцаря если что джунгли для повторного прохождения будут просто заново проходить кто-то о это камера она еще плюс примагничает их на тюкера не глаза разведает gold я не понимаю какой смысл лететь в обратную сторону и на самом деле рыцарь это хорошее приспособление из того что я могу снова так сказать тебе пополнять хп-шку эту сторону а мне здесь типа вариантов нету да а я бы водопад след дал на кого это отсылка ребят вот это шлем 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 на кого отсылка руна рывка рывок вперед или назад двойное нажатие и и этого в том что я тоже не знаю думал может а марио типа давай на рывок это хорошо потому что когда враг будет на меня резко я могу резко рывок делать попал вот это пираньи конечно меня уже надоедают попали пираньи плану хил одну хилку пришлось потратить о вожак зараза молотен сильный а могу или сделать таким образом а так он восстанавливается ни хера себе тренд древо ус как поживаешь дружище что с тобой случилось извини грибок я понял а как мне здесь было ворачиваться а да в и и и и и и и ах что аж как мне вниз спуститься тут эти сраные грибы я шо виноват фу благодарю сэр оливер рад вас снова видеть я тоже рад старый друг здесь семей эти кара так эти кобальды уже угрожают и прискорбно об этом говорить но все наоборот что это значит не случайно заразился сэр оливер уверен это какое-то недоразумение они подчиняют ему извини но я должен увидеть это с мост собственными глазами я понимаю она находится в конце что позади меня блин слышь я здесь вот немного херово в плане того что а не хилок нет а если я с escape сейчас нажму и пойду на карту деревня кобальдов а давайте попробуем вернуться на карту да рынок я возьму одно зелье так уж и быть мне главное чтобы сейчас я за новостью не проходил они все нормально но нормально можешь вместе на рыцаре проходить хоть и нет ребята Субтитры сделал DimaTorzok Тупые ловушки Это нихера не смешно И главное, что я и урон себе увеличить никак не могу, да? А мне не вы сюда только двигаться Мне еще два переключателя нужно Это хорошо, что я сразу с переключателями понял, что тут завязочка О, жители вот эти, которые сейчас говорят, помогите, помогите Очень на этого похоже А, как оно? Metal Slug была Тупые ловушки А что мне туда идти? Если здесь есть секретное место Гомнюк, главное, зацепил не зря я открыл это секретное место так ведь там она тем жесткий вот вы хотя бы этих рыб прыгунов нету плана возможность напулевать врагов большой скорость я лучше оставлю а террасия а а но это дверь тоже должна открыться больше переключателя никаких не видел и алмаз я кажется здесь уже я про рывок забыл как я мог забыть про рывок черт то что дается на уровне этим нужно пользоваться и до враги походу полностью дохлая только некоторые упустил надеюсь то что всех я спасание потом не будут помогать и где еще один рычаг если он один я надеюсь мне вниз заново не придется лететь мне бы туда все равно улететь пришлось или нет по другой житель и он еще плюс обла от благодарил поход то что я людей спас тогда вообще неплохо так у меня осталось два филом но если что мне еще хилки есть такие так сохранение да у меня контишек 5 мель друг что здесь происходит мне нужна твоя помощь ты должен встать на колени ты сейчас обращаешься к королю что ты совсем с ума сошел следи за языком оливер одно слово и мои прислужники разберутся с тобой я с ними разберусь с того момента как появился здесь ты завел себе рабов рабов семей как и подобает королев меня довольна я сам с тобой разберусь громко так а теперь мы поехали во первых так зелень зелень а а вон оно что подожди а а а а а а глядя хилку последний использовал ой так сошло ну же убей меня меня есть идея получше этот амулет должен помочь тебе ольвер что я надел треус отревоус прости меня ты не виноват это жерель и она превратила меня то что я больше всего ненавидел я стал темной противоположностью себя я так устал если все так как ты говоришь время всего оружие никак не повлияло на меня что ты имеешь ввиду моя темная сторона уже вырвалась наружу думаю этот амулет очистил мое тело от нее это возьми этот лук и использую его против него восстанавливая силы мой друг я позабочусь обо всем обо всем прощай спасибо оливер и ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты вы получили лук лук можно использовать после встречи и сражения с двумя друзьями сэр оливер задумался и так оружие завратила разум семейли и зафиры именно об этом говорил мне фантом счастью это оружие не попало ко мне в руки до того как я надел амулет теперь твой черед притворщик но что случилось с остальными то помог победите дракона каждый взял себе оружие возможно они тоже подвергнулись его влиянию я должен помочь с мыслям о спасении друзей сэр оливер снова отправляется в путь а это остальные да давайте сделаем таким образом по какой в чередности будем мы играть сначала сюда потом сюда и туда и сюда и вот так типа отсюда начнем вот так и так поэтому сначала на рыночек залетел сразу я куплю зелье лично скорость восстановления энергии не то восполняет шкалу энергии спутника до максим почему я на заднем фоне слышу открывая дверь урод измена вот этого муж петов сразу понакуплять будут какая разница и по одному каждого цель я куплю так назад тогда мне уже наук ай блин нужно было волшебную лавку сначала зайти улучшить этот камень рывок вверх и вниз теперь есть ладно я сам виноват в этом вам погнали справочник смотреть что у нас теперь есть пробочники персонажи симель тотик рожденным в альфийском городе в глубине джунглей на округе королевства эмиль прожил прожил там почти стол столетия перед тем как отправиться на изучение окрестностей но вырос на наследие племени почитавшие величественные пирамиды и жившая рука об руку с гориллами и другими приматами населяющиеся эту землю но его гора развивалась и теперь вселяет уважение мэль его друг горилла бронка и по конгам прославили герои и барды за свободу за свободу не раз спасавшиеся племенями и фермеров и злоб рабовладельцев мэль хороший друг сэра ольвера среди его союзников стоит отметить энта три вулса который его очень уважает потом нас остальные юджин фрэш лорд ларн я хочу их смотреть они подожди мне нужно быстренько пролистать все равно и яс этот маленький заблудившийся и хотел попасть домой так заблудился хочет попасть домой чтобы это сделать он должен забирать камни провидцем которые укажут ему путь домой дар оливер помог ему стать ты на шаг ближе к своей цели скоро выходит игра the land of air разработчиком сквэр продэкшен которую он сыграл главную роль я не знаю что это я я найду я эти игры найду если не прикольный ребят я их пройду аритана аритана покинула свою деревню в поисках пера гарпи магическое перо последований ингредиентов необходимое для создания зелья которая поможет спасти вождя племени аритана главный герой видеоигры аритана and the hard day on the fly же разработчиком тайка интертеймент и выпущена в 2014 году гражданин и дзен обычные жители вайландского много работы часто становится жертвой нападение дракона или похищенник гобальдов гражданка обычная жительница а вагнер регис этот весельчак из-за вальтерна известный в своих кругах художник многие произведения из тех что можно увидеть его королевстве его заслуга однажды он отправился на поиски двух пухновения джунгли кхях его поймала кобальды но к счастью он был спасен сэром оливером в скором времени он вернулся в столицу со свежими идеями для творчества ях враги москиты йог сол москиты кексал одни из самых больших насекомых в мире считается что один москит может высосать до 500 миллилитров крови за раз учитывая этот факт что они летают целыми роем лучших остерегации ок амах был пиранья кай пираньи кай известны тем что могут выпрыгать из воды чтобы поймать птицу или москитов кексал у них чудовищный аппетит но им не хватает упорство стоит только пираньи один раз промахнуться как она тут же позором уплывает на дно растение пока ли летающая мышь алкаль это растение выбрато небольшой способ защиты когда рядом нет хищников она закапывается под землю чтобы затем неожиданно пасть она довольно живучие и сильные но вы всегда сможете просто пролететь над ним вот таким вот такие вот пироги кобальды угу а злобный и жестокий кобальды из племени угу самый распространенный обитатель джунглей я постоянно истребляет их но эти из изворотливое создание снова появляется чтобы похищать и пытать тех кто выступает против них чит кобальдов приспособление кобальдов в угу зачастую грубые громоздкий и опасный этот щит служит для них защитой от москитов к ясков их прочность остается за гранью понимания ловушка с стрелами единственное в чем преуспевает кобальты из племени угу так это в создании ловушек они в полной мере отражают их эгоэсцентричную натуру отличие от других устройств это ловушка была создана по образу и подобию кобальдов так 9 или что-то многие в голове не укладывается почему именно она чему 9 а ну-ка выйдет звук этот а ловушка с пиками простая ловушка сделанной из того что больше всего любят кобальды острые пики пики двигаются вверх вниз превращая в решетов все чего касано касается чисто для наслаждения для злобных кобальтов воин кобальт угу говорят что кобальты угу уважают только других кобальтов которые их больше и у которых копье длиннее и острее кому как не воинам это знать они боль они большие у них изоостренные трезубцы а кроме того они желтые обольды ольда фугу а командир капитан за занимает высшую позицию в иерархии кобальтов и по их словам носит череп убитого врага на самом деле это останки замучены голодом и ужасными условиям содержания жертв хоть это не повод и недооценивать капитана кобальта в бою каждый кто достаточно глуп чтобы таращиться на него получит опором промеж глаз наездник претендоктик эрадактилем убальды уху смогли поймать и приручить бедных эрадактилей живущих в лесу и теперь рассекают небо верхом на них в высоком птичьи полете они нападают на врага или не незаметно подглядывать за соседями гриб так редко разновидность гриба найдены в джунглях к ях тут кто тот кто его съел теряет силу воли и вынуждает наверняка выполнять первую приказанную к первое приказание которое услышит счастью она тоже же так счастью на коже жертвы образуется грибок который можно уничтожить чтобы освободить жертву от влияния гриба 3 волос для вас один из последних тренеров в этих землях и верный друг и союзник в семейле это гигант стал свидетелем того как его друг и сбился с пути присоединился к обольдом когда они открыли в когда он открыл открыто выступил против эльфов тот обманом заставил его есть гриб так так а затем приказал и будешь дорожить деревьев деревню старое древо а старое бревно тмл татик темный после того как семейле взял лук лук мука в логове дракона он потерял рассудок и заключился союз с кобальдами который похищал городские жители он заставил их построить деревню в которой он станет королем сейчас он управляет небольшой империи в оседая на троне в своей пирамиде расположенной в центре джунгли его старый друг древоус стоит насторожил вода в бывшие эльфийское королевство а кобальда счет счастливы как никогда как никогда такого количества пленников у них еще не было так хорошо наряжением лук из магического камня который выпускает одновременно несколько стрел в разные направления идеальное оружие для сражений с множеством противников в местах где ничего нигде развернуться по выстрела был я с него даже не стрелял точность 137 значит почему 137 потому что я сразу убивал по несколько врагов так маленький огненный дракончик маленьких агрессивный дракон приручены с помощью маги защищать своего хозяина извергая пламя сила оранжевых самосветов силит его огненное дыхание вампир существует преисподней которое нашло способ питаться жизненной силой не привлекая внимание паладина она заключила взаимовыгодную сделку с хозяином согласно которой часто я жизненную силу поверженного противника восстанавливать жизни хозяина а часть это утоляет голод вампиром сила оранжевых самоцветов усиливает способность вампиром как-то он странно выглядит это вампир так это читали кован ведьмах а то есть тут не одна когда-то они трио представляю могущественные ковен злых ведьм но однажды их вам поймали но так их поймали и заставили служить чтобы расплатиться за свои злодеяне было оранжевых самоцветного усиливает их волшебные палочки волшебная фея эта маленькая попала в ловушку и на протяжении многих лет находилась в бутылке одна же ее освободили и она поклялась целой верности своему спасителю которую несмотря на это продал ее теперь она использует силу оранжевых самоцветов чтобы вернуться к жизни своего нового хозяина если тот пойдет в битве пятки утенок понятно 775 кряков было зелье зелье энергии найдено в джунглях зелье из красного фрукта найдено в джунглях острая на вкус отлично альтернатива энергетика дает заряд энергии на весь день бомба очень нестабильная смесь из трактов с ламандры и чистой магической энергии инструкцию смешать и взорвать огромной скоростью наносит повреждение всем вокруг зеленая неуязвимость зелень из зелени из пыли улыбающейся звезды от которого хочется прыгать и скакать дожди улыбающая звезда это из марио что ли качестве подобного эффекта она дает неуязвимость так что держите себе в руках зелье энергии спутника экстракт из сотен оранжевых самоцветов это зелье творит чудеса в один миг восстанавливать все энергии спутника лучший способ повернуть ход в любую в любой битве особенно если взять использовать это на утенке деле ярости из-за всякого гнева в недрах земли образуется первичная ярость эссенция которой и является зелье ярости при использовании на короткий промежуток времени вызывает непреодолимую жажду крови но дает горькое послевкусие вины зелье уменьшение это зелье из-за мощные магии квантовых частиц в рекламе сказано что она сделает вас меньше и проворве на самом деле она увеличивает мир вокруг вас масса эти зелье пророка это зелье открывает дверь из сознания в результате чего раз развивается новая способность ощущения жизни течение времени двери закрываются и способность пропадает иногда зелье открывает не те двери результат непредсказуемых руна подводного дыхания это было если вы любите постоянно сражаться и это руна для вас его помощью вы можете сделать рывок в любое направление и в на многом мгновение ока избежать урона ах а значит она все-таки помогает это хорошо локации туда много появилась потом это исследуем и сюжетная сценка магический камень добывали и распространяли среди людей в результате они обретали способности за гранью воображения таким возможностями цивилизация ли стала мало быстро расцветать но все имело свою цену и ценно эти возможности оказалось слишком высокой зло про обращала разум каждого кто использовал силу камней слишком долго обычно превращать человека в полную противоположность и так как магический камень использовался повсеместно зло охватило людей из и вспыхнула гражданская война и ла магических камней давала преимущество в сражениях например увеличила скорость позволяла совершать полненосные рывки не даваясь сопернику среагировать понять а то есть эти камни которые мы находим нам обо них рассказывают а давайте на этом закончим потому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока